Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. А умер любовник, все знали про меня, жена в семье не прятал. Жил, можно сказать, на две семьи, с пятницы по воскресенье жил со мной. В будни дома. В будни тоже поддерживали связь, праздники отмечали вместе, Новый год в два ночи приходил ко мне, с первого по третье число жил у меня. В компаниях его друзей была я. Если праздников у родственников, конечно, меня не было. Единственное, с кем часто общался, это со мной. Вот похороны, стало метаться, идти или нет. Брат сказал, сначала сказал, конечно, ты должна идти, я сомневаюсь. Он сказал маме, про наши отношения она знает, но не знает, что он жил на две семьи. И оберегал ее, он сказал маме, что я собираюсь прийти. Маме это не особо понравилось, она сказала, что на месте меня она бы не пришла. И что это неприлично, не знаю, что делать. Мне бы очень хотелось его увидеть, но не знаю, как реакция родственников его будет. Плюс маму уберег, и она против. Вот. Вот такая история здесь. Смотрите. Да, я вам, я вам сочувствую, я вам соболезную в вашей утрате. Вот. Ага, и думаю, что в этой ситуации, в ситуации растерянности, я думаю, что внутри вас уже есть решение. Я думаю, что оно есть внутри, 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 внутри вас это решение. Вот. Я думаю, оно там уже созрело. Ну, вот, просто вы его пока что отказываетесь, так скажем, признавать. Вот. Вы отказываетесь его принимать. А, вот, этот момент, на мой взгляд, достаточно важен. А, вы говорите о том, что боитесь реакции его родственников. Ну, реакция его родственников будет негативной, это нормально. Вот. То есть, вы почему-то ожидаете, что родственники будут в восторге. Ну, или, по крайней мере, не будут нерады тому, что вы пришли. Вот. А, вот, на мой взгляд, вот это вот ожидание того, что родственники будут, ну, как-то, более терпимо, скажем, к вам. Вот. Вот. Вот это ожидание вас и подкашивает очень сильно. То есть, вам нужно определиться, что для вас важнее сделать то, что вы хотите по отношению к человеку, который вам не был безразличен. Ну, или мнение, ну, людей, которые вам не особенно дороги. Вот. А, да, придется заплатить такую цену, если вы решите, но вам нужно определиться. Напротив, если вы решите не идти, то, получается, вы заплатите тем, что не обращаетесь с человеком. Вот. Это вопрос решает только вам, я думаю, что нет такого, что кто-то, кто бы вам скажет, как нужно действовать. Вот. Это было бы неправильно, на мой взгляд. Вот. Поэтому, если вы готовы заплатить, если вы готовы заплатить цену неодобрения родственникам, родственниками, точнее того, что вы пришли, то вам можно и нужно идти. А если вы не готовы заплатить такую цену, и мнение окружающих для вас важно, или вы, ну, к примеру, чувствуете стыд, чувствуете, ну, может быть, страх, может быть, вот что-то еще, да? Вот. То, опять же, вы выбираете, что с этим делать. То есть можно ведь с этим поработать. Поработать. То есть можно поработать, можно выяснить, чем, ну, чем вас задевает, например, вероятно, ну, неодобрение родственниками, ну, вашего решения. Это можно поисследовать, на мой взгляд. И вы придете, ну, вы придете сами к определенному выводу. Вот. Ну, относительно, относительно этой ситуации, как вы понимаете. И вам уже можно будет для себя определить, чего вы хотите и как. Как вам правильно сказал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, здесь нет какого-то правильного решения. Потому что это решение морально. Вот. Это решение, ну, действительно, вот, касающееся такой моральной, ну, моральной странной ситуации. Вот. И каждый вид решает сам и платит цены за это тоже сам. Вот. Вот. Поэтому разница вся только в том, какую вы свою реакцию, да, считаете проблемой. Вот. Ну, вот конкретно, какую свою реакцию вы считаете проблемой. То есть, если вы считаете проблемой, например, то, что вам стыдно, например, да, допустим, можно с этим поработать. То есть, если вы хотите обращаться с человеком, ну, такой, может быть, ценой, да, решим этот и этот вопрос. То есть, ну, главное определитесь. Главное, главное определитесь, что вам хочется. Вот. В какую сторону хочется двигаться, двигаться, двигаться. Вот. И мы поможем этот вопрос вам решить. Главное, не старайтесь, не пытайтесь принять правильное решение какое-то. Вот. Это ключевой момент, потому что правильного решения здесь нет. И быть не может. Вот. Особенно в этом вашем состоянии, да, когда вы находитесь в раскрепанных чувствах, в раздрайве определенном. Вот. Вот. Вам больно, то есть тяжело и так далее. Вот. Как-то так, как-то так. Ага. На этом все. Я надеюсь, что вам мой ответ был полезен и интересен. Вот. Не забывайте, пожалуйста, о том, что, скорее всего, скорее всего, решение вы уже приняли. Вот. Не забывайте, пожалуйста, о том, что решение, скорее всего, у вас уже есть. Вот. Просто вы его не готовы принять пока что, боитесь, вы боитесь это сделать. Вот. Потому что, ну, может быть, вас волнует оценка других людей и так далее, да, но решение, тем не менее, у вас уже есть. Вот. Вам нужно его просто заметить. Это решение. Вот. Чем быстрее вы его заметите, вот, тем будет лучше для вас. Вот. Всего вам самого доброго. Удачи. За обратную связь по моему ответу буду вам благодарен. Это позволит вам начать над собой работу. что позволит вам, если вы хотите сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Вот. Удачи вам обращать. Опит. ПОДПИССК. Продолжение следует...